так ну что мои хорошие решил я тут сыграть в русскую роль ну не в русскую не в русскую просто в рулетку решил я сыграть значит в рулетку и прикупил вот такой вот аппарат вот ну как всегда немножечко предыстории как всегда немного предыстории и еще прямо прямо минуточку смотрите чё я намотал тут а для своих сабиков фильтрик короче на половине осм 04 катушечка 27 мили генри провод 16 по меди залил все эпоксид очкой но это просто просто кайфуха сопротивление полома то есть сегодня кстати смотрел мундорфовские катушки там тоже 27 генри по моему было полома сопротивление так что ну как бы как бы уровень ребята со всей скоростью делаешь вам все показать все скоро будет по красоте вообще просто пушка пушка вот она эта половинка смотрите как все тоже тут секси пэкси вообще кайф кайф ну об этом попозже и так в общем короче вот так вот прикупил я тут значит решил я как все было вы знаете у меня вот стоит ямаха двухтысячная но я ее купил думаю ну надо знаете как то вот чтобы вроде ламповый усилитель но и как-то для сравнения для себя ну в общем думаю надо купить там посмотрел по отзывам ну вроде вот это ямаха вроде как многим достаточно нравился купил ну она мне пока не очень нравится я вам говорил по-моему я сто раз уже повторял но я говорю у меня как раз стоял ламповый усилитель который сейчас блять разобранный на 6 по 42 и я после него но там в нем был косяк мою лампу сидишь что там надо предварительно с одного каскада 42 не раскачаешь надо два каскада поэтому у меня там еще один блок варится блять все долго работает что-то придавило ну в общем короче но он работал там выдавал свои полтора ватта честных и я когда после вот лампача поставил ямаху ребята я под сэчэ вэчэ как будто пропали вот их вот как будто их нету крути не крути ручки вот просто после лампача когда все вот перед тобой вот вся сцена все-всё ст вот оно все вот тут живое включил ямаху блять этого как все просто ушло все вот как будто ширму хоть поставили ну у меня я пока конечно на сто процентов ямаху не хочу этом винить думаю надо есть сделать полу профилактику что полную профилактику делать я думал ну я хотел там купить все конденсаторы там полный фарш там сил миг 2 эти как они аудио нот кайсэй в общем все по полному фарш но вы знаете сейчас в санкции геморрой все что доставать хер пойми как что-то короче ну отложил в общем пока отложил стоит до лучших времен ждет а я-то ее чё я хотел как думаю я ее будут поставили она у меня будут компьютерную вот моя компьютерная система цифровая потому что я же опять же не помню повторял я так обзор толком на и маху и не сделал ну какая была идея я сейчас немножко так под забросил винил знаете почему потому что вот ну на самом деле вся там муза мне нравится много современной там электронной не электрона неважно достаточно современная музыка мне нравится да вот такие вещи бывают вот найдешь даже не обязательно электрону просто какие-то там современную что-то современное такой вот певица вот мне понравилось недавно а шарлот оуси блин шикарно нравится ее даже нету на виниле вы понимаете тут даже цифровых хороших копий сейчас хер найдешь до лозлас про винил вообще ничего говорить и так вот постоянно что-то натыкаешься что-то понравилось хочешь послушать послушать это вообще нет даже на виниле в природе думаешь ну как ну и поэтому я себе цапку пил ну и вот короче сейчас пока винилова тема ну и думаю надо вот чтобы около компьютера хоть какой-то звук был потому что мой древний чужие китайский усилитель там на тдашкина какой-то но это конечно свои 10 лет отработал и 5 у меня к нему 0 претензий надо что-то посерьезнее до чтобы было ну и так покрасивее чтобы стояла ну ямаха а ямаха мне что не нравится ну во первых ее надо делать во вторых она греется я говорю там печка просто невероятно блеем я не могу так знать там транс один там транса оба но один из них греется вообще рукой нельзя прикоснуться нет 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 я сначала думал может какие-то китайские да там новый усилитель там куплю 30 40 но 50 тысяч какой хороший такой полный усилитель нормальный в классе там а а б но таких нету ну просто я ничего не нашел я нашел там какой-то более-менее клан в классе а усилители тоже smsl как у меня этот цапик там по 10 или 15 ватт тоже так как это коробочка детская думать но это не серьезно ну и короче все вернулось опять китайскую в японскому винтажу ну плюс видок такой абсолютно винтажники вот конечно супер ски такада по одна из первых вот этих вот есть версии но это как там 330 до 333 с года 84 то есть чуть старше меня и вот смотрел я значит на yahoo купить там но я не знаю там я не знаю как люди их таскают но я смотрю вот цены бывают вот ну да немножко дешевле чем на авито но доставка все жирайду блин я сейчас закажу на в этом yahoo 5 месяц два будет и два месяца будет идти хер знает что придет а цена такая же как на авито которую через два дня мне привезут или даже в москве ну блять но я я что-то не по ним я наверное не улавливаю пока наверное что не научился еще попользоваться но в общем короче так вот в чем же рулетка заключается усилитель один усилитель продавался этот на авито всего два было что-то за 30 там с копейками продавал чувак но он почему-то не захотел отправить это стоял за 20000 я думаю блять 20000 что-то цена конечно какая-то подозрительно дешевый но я конечно спрашивал продавца он сказал что тут ну тут все с ним хорошо грунт бы я беру транзисторы родные он говорит родные проведена профилактика вот вы верите есть из вас люди которые верят что там какая-то профилактика проведена я в это не верю вот и вот короче вот думаю ладно голос мне такой нашел сырой сырой волоке сырой может может что и хорошо ну вот короче решили ладно 20000 или ну 20 что тысячи ну ладно сыграем в эту рулетку круто нём ну в принципе внешний вид конечно немножко он пока цены но в принципе вот так вот целом за 20000 вид 5 ничего не стерто все достаточно все кнопочки все нормальненько и действующего при доставке вот что произошло видите удар был вмятина блять выбило в два крайних этих терминаль чека но я их все равно хотел менять туши не какие-то вообще вот эти вот старых усилителях эти все терминалы запчасти от него что это я все равно хотел менять так что видите вот так хорошо что в жопу пришел удар да не блять не вперед то что такая стеклянная панелька ну в общем хороший внешний вид за двадцатку вообще шикарно так с метра отходишь блять вообще так ладно хорош ты видеть сейчас посмотрим а знаете я еще по моему этого мужика смотрел там ну немного он торгаш много аппаратов но везде если с написано что проведена профилактика вот эта вся фигня а я смотрю там на одном аппарате знаете на фотографии от нам блять так пушок еще хочу сразу сказать через решетку я вижу какой-то подозрительно он чистый внутри так ну жгуты уже на современных каких-то не ну тут явно кто-то был тут все очень чисто силовые блять акустика нахуй все блять перемешку так куда смотреть так ну кабелёчки тут хотя бы блять вот это конечно все это наверно в своих башковым прикрывая ни хера не видно чё и сюда полез я не знаю спонтом я понимаю в этих транзисторах чё-то но если у меня подозрение что транзисторы не родные да эти транзисторы явно меня на и так в принципе в целом плата ну более-менее не вижу каких-то капитальных ну чё-то я не вижу ничего такого страшного в принципе на мой тембрики конечно тут блять такие простенькие крутилочки зато с фиксацией приятненько так вот тут что-то блять смотрю по и на ну я боялся будет хуже немножко кэш я под расстроился что транзисторы не родные это наверно самый геморрой будет так где плюс а где минус на обычном арте маркировка похоже как не чеком видно он там блять прибор так но 11000 показ то сколько там 12 тысяч я говорил до 11000 есть сэр 0 и показывает на 1000 у не не тянет он пробуем китайский прибор есть сэр 0 6 12 и 3 ну хоть что-то хоть что-то есть сырным конечно великоватый да ну тоже 12 12 и 2 и сэр 0 73 ну такое себе так вот эти кондер чеки проверим сколько тут у нас 1000 микрофарад 1000 есть сэр нормальный тоже хорошо я говорил я нашел транзистор в телевизоре sony кстати тоже sony телевизор в подъезде кто-то выкинул точно такой же как стоит в ямахе двухтысячный транзистор силовой один ну не знаю может это стабилизатор наверное ну точь-в-точь ну выглядит он как вот эти да блять я конечно не специалист вот эти что-то мне подозрительно да на sony ски не похоже почему блять на них маркировки нигде нету ну чё бахнет или нет ваш прогнозов хотя мужик мне кажется скидывал видео его работы трансформатор блять криво стоит трансик конечно гудит так как и все японские сколько у меня было так ну чё ребята вот он аппаратик наш до обращаю ваше внимание баланс в нуле вот 0 естественно тут на директ выключена все вот так вот смотрим на разбаланс каналов один в одном один вольт в другом 1 и 4 вольта да как бы то есть теперь врублю так теперь врубим прямоугольничек а красота как вам на 20 герцах смотрим так ну до этого что-то как-то веселее реагировал ладно давайте 100 герц нормально как вы считаете трансформатор будет 100 герц давайте 1000 герц как вы думаете нормально я купил усилитель так тембры так включил тембры давайте в ч 0 н ч вниз вверх-вниз вверх-вниз вот напряжение по нулям можно сказать да но почти равно баланс баланс вот такой вот так ну чё мои хорошенькие чё я вам хочу сказать так сразу на вопрос выиграл или проиграл в эту лотерею даже не скажешь в целом как бы да в целом ну платы мне кажется в довольно хорошем состоянии знаете по сравнению с тем что я многого видел платки в принципе хорошем состоянии еще нигде там не сожжено дорожки не поторваны ну на первый взгляд здесь что-то кондёрчик где он там вот он видите света что-то нихера нету ну вот он что-то блять потертый как-то он там стоит криво упирается вот в эту стеночку вот в эту но это так из мелочей что-то какой-то белесый альпс это шальпс альпс регулятор ну что в какой-то кислоте выдерживали блять тоже по идее про забрать ну а так мужчинам хочу сказать тут я вот нашел да вот она видите точечка написано без 70 милливольт ведь до без 70 милливольт вот я короче попробовал на этом канале вот на этом канале вот он резисторик вот резисторик вот резистор вот эти точки контроль на вот здесь что-то выставляется был вообще ноль начал крутить на что-то до 30 до докрутил так на всякий случай трансформатор сразу начинает больше гудеть заметно вот и здесь вот вторая тоже вот она где вот она вот эта контрольная точка вот видите да написано без 70 милливольт вот он резистор резистор ну короче тут крутил крутил вообще тут по нулям как будто там и нет ничего вообще просто ноль вот этот крутил крутил туда-сюда хер его знает поставил в какую-то его пометил там рисочку навел в среднее какое-то положение поставил но чё я хочу сказать вот он где-то у меня час до поработал пока там измерял измерение приложу но измерения какие-то жуткие но если он конечно там вообще токи ток покоя в нуле такие там измерения потому что ну я вам конечно сделаю ну там я измерил снял ну там какая-то вообще хрень непонятная и я чё заметил что тут почти выкручиваешь почти наполовину до ручку громкости а на выходе всего один вольт но это странно и чё и трансформатор был вообще чуть теплая радиатор вообще холоднючий ну то есть явно что-то явно аппарат низ ну технически он даже не скажу не знаю исправен неисправен но я говорю вот этот канал вообще ничего не выставляется на контрольных точках вообще ноль я крутил от упора до упора вообще нихера ну не знаю даже смогу ли я его починить пока вот такое вот заключение я не не скоро у меня до него руки дойдут надо доделать мои сабики сабики шмей доделать вот он один уже готовенький стоит красавец да вот второй еще ну катушечка намоталась динамик еще не склеен вот сабики доделаю потом вот этой все красотой займусь ну если я хочу я еще что выбирал ну почему я вообще выбрал этот усилитель именно один из первых ну просто мне понравился такой очень у него винтажненький дизайн блять света чё-то негода такой вот у него винтажненький дизайн такой вот стеклышко тут вот кнопочка это горит ну прикольно мне нравится такой чисто винтажненький звук мы вообще эти 333 они вроде неплохие и вроде по схеме что 333 что 555 вот этот я смотрю там по у них схема вообще одинаковая но 555 навороченный тут по-моему кондерчиков побольше вот ну и трансики я хочу не знаю тут он так хорошо стоит удобненько отдельно чко торик закажу чтоб на 220 вольт был чтобы эти вот этой параши не заниматься тут он конечно разломанные терминальчики он как выгнула от удара ну короче короче так в общем планы такие заказать тор сюда вопросом саму подумать ну трансик такой хороший по размеру да тут под 300 ватт так чисто на вскидку хороший такой трансик но гудит блин шоу yamaha 2000 на что эти гудят транс не умеют японцы мотать трансы или не хотят ну короче блин если по месяца как-то тут раков корячит такой торик суда на 220 чтоб не мучиться совсем вот хотя у меня трансик там есть розеточка такая каваненькая японская вот ну такие дела в общем вообще я конечно много ресурс больше всего меня напрягает что там транзисторы искать но я так посмотрел сейчас пару видосиков в интернете да ну именно с таким не нашел а такие просто ескать чуть попозже но там явно вот эти транзисторы не такого вида там совсем тут другие транзисторы даже не померил что напряжение на ну короче с ним надо повозиться в общем короче ребята вот всю вот всю вот все как мы любим да вот купить не ликвид ну не знаю знаю я сознательно шел на этот риск я понимал что этот аппарат очень дешево конечно продавец наебал меня ну я я понимал что он меня наебет потому что но не может такой парада стоит 20 тысяч которого рыночная цена 30 до 30 до 40 тысяч 20 тысяч до этого в полтора в два раза меньше ну короче все как мы любим ладно мои хорошие до новых встреч надеюсь скоро доделаю сабики все вам покажу отложим долгий ящик не знаю если с транзисторами я посмотрю если за вменяемую цену оригинала не на невозможно будет найти то для и но я даже не знаю что как посмотрим в общем подумаю парочек как пару короче пока как то так а